Друзья, всем привет! Вы на канале MyChoose, меня зовут Макс. Сегодня мы вот в таком вот варианте с вами встречаемся. В OBS-очке перед вами мое лицо, моя FL-очка, и я хочу поделиться с вами топ-5 плагинов для обработки, которые для меня являются топом, которые я очень часто использую. Я не разделяю плагины на худшие или лучшие, я просто выделил именно те, которые я чаще всего использую, и, возможно, для некоторых из вас эти плагины станут каким-то открытием, возможно, вы их не юзали, поэтому хочу поделиться с вами. Сейчас мы находимся в одном из моих проектов, давайте послушаем, с чем именно дело. Короче, вот такой вот Cinematic, и как раз-таки на примере его я хочу вам показать плагины, которые я выбрал. Начнем с плагинов обработки, и на первом месте, естественно, у нас будет FabFilter ProQ3. Это отличнейший эквалайзер, который всем привычный. Можно делать лоукаты, хайкаты, можно белом, то есть куполом управлять АЧХ нашего сигнала. Также у этого эквалайзера есть отличная настройка динамической эквализации, если необходимо только пики в АЧХ исправлять. Различные вариации эквализации шельфики, либо же тилт эквализация, то есть все возможные вариации кривой. Я думаю, FabFilter ProQ3 ни для кого не откровение, и он, помимо того, что удобный, он еще и понятный. Ты нажимаешь кнопочку, выбираешь частоту, которую хочешь отэквализировать, у тебя есть управление, то есть гейн, у тебя есть управление, выбора как раз-таки частотки, добротность, то есть как раз-таки ширина или сужение нашего купола, и возможность выбора, в каком режиме будет работать наш эквалайзер. Стерео, только правый канал, только левый канал, мид, сайт, и это очень удобно для детальной настройки нашего АЧХ сигнала. Помимо банального, у нас есть еще и скрытые настройки, такие, например, как Zero Latency, то есть минимальная задержка плагина. Если мы работаем, например, с эквализацией низкочастотных инструментов, то мы можем выбрать либо натуральную фазу, либо же линейную фазу для того, чтобы импульсная характеристика сигнала не так сильно искажалась. И у этого эквалайзера есть еще возможность анализатора. Мы можем подцепить несколько эквалайзеров на разные каналы и выбрать вот в этом меню как раз-таки те эквалайзеры, которые мы подцепили, и смотреть пересечение частот между инструментами. То есть мы можем как раз-таки выявить, где пересекается, например, бочка и бас, и ослабить, либо же поднять ту или иную частоту. Это очень удобно. Среди конкурентов есть кирков, есть от Slate Digital, Invisible EQ, все эти плагины я юзал, пробовал, но по фильтрам Pro-Q3 это просто имба, дорогие друзья. Он мало того, что еще и не ресурсоемкий, он не сильно много забирает ресурсы ЦП, он и в целом просто понятный и удобный. Поэтому если вы юзаете Pro-Q3, юзайте, нет ничего в этом страшного. На втором месте я отобрал мой любимый компрессор. Изначально я думал взять LA2A, но потом проанализировать свои проекты, я понял, что чаще всего я использую не LA2A, а Fairchild 670. Это версия от Universal Audio. Я его подцепил сейчас на канал гитары, я выключу обработку, и мы сейчас его послушаем. Чем интересен этот компрессор? Во-первых, это эмуляция винтажного лампового компрессора. Есть различные разработчики, которые производят эту эмуляцию. В данном случае это UAD, также есть еще от IK Multimedia, от Waves и еще от кого-то. Но мне нравится UAD-овская. Какой будете использовать вы, не имеет никакой разницы. Помимо дефолтных настроек компрессора, которые мы к вам с вами привыкли, то есть входной сигнал, ручка трэш-холда, выход, мы здесь еще имеем сменные константы. Точнее 6 режимов работы этого компрессора. То есть каждый из этих 6 режимов имеет свои определенные настройки атаки и релиза. Подробные тайминги можно посмотреть в мануале. Например, перейти на сайт разработчика и посмотреть, где будут написаны атака, релиз, какие-то микросекунды, миллизекунды установлены. Но, например, в случае гитар, вокалов, чаще всего я использую либо пятый режим, где быстрая атака и медленный релиз, либо же первый режим, где быстрая атака и быстрый релиз. На примере вот такой вот гитары, сейчас просто продемонстрирую, это VST. Я выключил обработки, которые у меня были до этого, и поставлю просто компрессор. И мы попробуем сейчас скомпрессировать звук. У этого компрессора, я не знаю, как повлияет сейчас он на эту гитару, но в целом я его люблю за то, что он имеет насыщенность. То есть помимо динамики он меняет еще и характер звучания. Я его называю округлым бу-бу-бушным, то есть таким пузатым. Он выпячивает какую-то нижнюю срединку, какие-то вот срединистые моменты у сигнала, и мне это очень импонирует. Теперь давайте послушаем, что он сделает с вот такой вот гитаркой. Это VST, поэтому не надо ничего там писать, что гитара фуфловая. Активируем наш компрессор и начнем крутить. То есть я подобрал input, теперь буду крутить threshold. Попробуем разные режимы константы, начнем с первого. Ну, по-моему, у меня шестой самая оптимальная работа, я не помню. Там вроде бы тоже быстрая атака и очень медленный релиз. Это надо будет смотреть в мануале, но в целом звучит приятнее. Давайте мы просто сейчас компенсируем громкость, послушаем без плагина. В данном случае компрессия, возможно, она и не нужна именно на этой гитаре, но в целом появляется этот характер. То есть за счет того, что появляется бубушность, сигнал становится как будто бы ближе. И в целом я чаще всего использую его на вокалах. В данном проекте у меня вокала нет, поэтому я не могу продемонстрировать, но суть вы поняли. То есть мы накручиваем input, управляем порогом срабатывания, выбираем константу атаки релиза данного компрессора. Также он еще может работать как в режиме стерео, то есть в данном случае, также он может работать в режиме mid-side. Это иногда нужно нам. Также у этого компрессора в версии UAD есть еще sidechain режим, то есть мы можем чениться, и ручечка mix, то есть drive at factor. Мы можем подмешивать сигнал и не использовать прям прямой сигнал с компрессора. Идем к третьему месту. На третью позицию я отнес красящий эквалайзер Mac EQ4. Это лучше продемонстрировать на каких-нибудь скрипочках сейчас. Sorry, это бас. Надо что-то поярче. Например, вот это. Да, отлично. Сейчас мы поместим это на канал. Это у нас библиотека контакта. К контакту мы еще вернемся. Пока мы про Mac Q4 говорим, он выглядит следующим образом. Вот так вот он выглядит. Очень маленький, интересный плагин. У меня версия от плагина Альянса. Я думаю, вы юзаете тоже от них. Чем же прикольный этот эквалайзер? Я чаще всего использую его для того, чтобы поднять air, то есть вверх, высокие частоты. У него есть прекраснейшая крутилочка, которая выбирает нам частотку, которую мы хотим приподнять шельфом. И в сорокетке, либо в двадцатке, он начинает делать магию. Давайте попробуем это сделать с нашими скрипками. Послушаем сейчас без него. В целом оно, в принципе, тоже яркое, но мы сейчас эту яркость еще дальше откроем. Сейчас послушаем без него. И сейчас с ним. То есть звучок становится воздушным, таким верхастым, приятным. И это не тот верх, который мы можем поднять, например, на том же ProQ3. Это красящий эквалайзер. У него есть помимо еще просто кривых АЧХ, которые не поднимают, также он вносит еще какие-то искажения, какие-то гармоники, то есть какие-то моменты. И этот эквалайзер еще можно использовать как, например, инструмент для того, чтобы мы нарулили тот или иной тембр. Да, у него всего лишь шесть полос, и пять из них они залочены под конкретные частотки, но не суть. Благодаря нему все равно можно накрутить какой-то тембр, например, той же скрипки, либо той же гитары. Убрать низа, добавить средины, добавить верхней средины и все того прочего. Интересный эквалайзер. Можно его поставить на замену того же PoolTec, если PoolTec надоел. Но Mac Q4 не всегда работает, поэтому ему нужно место и время. На четвертую позицию я отнес ревербератор от компании Lexicon. 224-й Lexicon. Сейчас я его покажу. Он выглядит следующим образом. То есть дизайн повторяет полностью железку, которая была создана еще в 20 веке. И это потрясающий ревер. Если, например, вам нужен тыщ у Снейра, вы вешаете 224-й, либо же 480-й Lexicon. Если вам нужна какая-то аккуратненькая комната, красивая, либо какой-нибудь небольшой эмбиенс, вы можете повесить 224-й и забыть. Давайте на примере вот такого пиана. Оно не обработано. У него есть небольшой холл из самого Addictive Case. Мы сейчас добавим своего пространства с помощью 224-го. Активируем. Сейчас мы полностью в U-Vet, то есть 100% накручена реверберацией. И что по управлению? Как и у всех ревербераторов, у него есть возможность эквализации ревера, то есть Bass, Mid, как в данном случае, кроссовер. Также есть фейдер управления дикеем, дефс и при дилей, как и у обычного всеми любимого ревербератора, там, от того же Valhalla, например. Вот этими кнопочками мы выбираем как раз-таки комнату, в которой будет находиться. Тут даже все подписано. Правда, маленьким шрифтом, но тут написано типа Small Hall, Very Plate и так далее. Выбирая между вот этими кнопочками, мы переключаемся и замечаем, как наши фейдеры переходят в тот или иной режим. Давайте выберем Room A, например, и попробуем вот этой кнопочкой Dry Vet. Да, тут немножечко это все не так уж удобно, но будем потихонечку добавлять наш ревер в наше пиано. Мы слышим, как оно отъехало от нас. Сейчас, если я добавлю при дилее, мы это вообще радикально услышим. Чуть ли уже не дилей. Ну, то есть, понятно, этим ревером можно еще, конечно же, использовать пресеты. Например, один из моих любимых — это DI Drum Room. Послушаем. Очень приятная, мягкая и широкая комната. Например, для этого пиано она бы прекрасно подошла. Давайте послушаем без и с ним. Без него. И с ним. Как раз-таки создался эффект комнаты. Наша пианка немножечко отдалилась, погрузилась в некое пространство. И 224-й прекрасно с этим справляется, и я за это его обожаю. Конечно, у него не так много настроек, как, например, у того же Valhalla Vintage Verbe, потому что этот комбайн можно настраивать как угодно, выбирать разные краски, выбирать вплоть до размера по процентам. Ну, в общем, выбирать атаку. Интересный ревер, но 224-й в моем сердечке. Поехали дальше. Я на пятую позицию отнес все-таки лимитер. И это, как правило, Invisible Limiter. Хоть в этом проекте у меня используется ProL2, но Invisible Limiter, когда я занимаюсь сведением, я чаще его использую на своей мастер-секции. Чем значим этот лимитер? Во-первых, он довольно чистый в плане того, что если нам нужно навалить громкости в наш микс, то он не будет трещать, не будет хрустеть. Зачастую, в 90% случаях, он справляется с любыми миксами. Также у него есть в режиме работы, Supress, Clip, то есть Clipper. Потом Tropic Limiter, но чаще всего я его использую либо в режиме Supress, либо же в режиме Clipper. Оверсэмплинг, возможность выбирания задержки, то есть нормально, либо еще меньше. Также ручечка Limit Level, Input Gain, который мы добавляем в нашу громкость. Также Output Gain, чтобы делать какой-нибудь небольшой хидрумчик. Кнопочка байпаса. И также есть кнопочка, с помощью которой, точнее, при нажатии мы возвращаемся в нулевое значение инпута нашего плагина. Давайте просто послушаем. У меня сейчас на 4 децибела приподнято. Если нажимаю эту кнопочку, у меня возвращается все в ноль, и на 4 децибела становится тише. Понятно. Для этого можно контролировать и слушать, как плагин влияет вообще на работу нашего микса. Интересный Limiter, он, мне кажется, иногда справляется лучше, чем всем известный Pro L2. Поэтому, если вы не пользовались AOM, Invisible Limiter. Также еще есть версия G2, G3, G3, но именно первая генерация. То есть вот это вот мне нравится больше всех. Если не юзайте, попробуйте. На этом, в принципе, все, ребята. Кстати, вот этот разбор проекта, который перед вашими глазами, я разберу на своем втором канале, который будет по ссылочке в описании. Там уже есть несколько видосов, будет еще вот этот. Поэтому переходите, смотрите. Я показываю свои, ну, не секреты, но, в общем, свой процесс, как я делаю музыку, как я свожу. Поэтому для кого-то, может, эта информация будет очень важная. А если вам вот такой формат понравился, ставьте лайкосики, пишите в комментариях. Может, в видосе какую-то хрень сказал, это может быть, потому что я стараюсь спешить и очень кратко информацию дать. Ну и пишите в комментариях, как вам мой топчик плагинов. Ну и в целом все. Не забывайте подписываться, смотреть обзорчики, которые есть по ссылочке в описании. Вообще, смотреть все видосы, которые есть на канале, потому что если будут просмотры, будет выходить еще больше контента, ребята. Ну и всем пока. С вами был Макс, канал MyChuse. До видзения.